Всем привет, мои хорошие! Сегодня уже 23-я, четверг. Я с утра сходила, получила визу. Мы летим в Москву. Теперь я могу расслабиться, успокоиться, потому что до получения, знаете, пока вы это не увидите, сложно удостовериться в том, что всё пройдёт. Но сейчас у меня все документы на руках, поэтому я думала вообще сегодня собраться. Но так как у нас впереди выходные, и всё будет закрыто, это будет идеальная возможность для меня собраться. И сегодня последний рабочий день у моего парня, то есть завтра мы будем каждый день вместе. Поэтому я решила потратить свой такой последний свободный день, где я наедине с собой, на то, чтобы выписать свои жизненные ценности. И от этих жизненных ценностей выписать себе цели на следующий год. И также я хочу сделать mood board. Как я и говорила, я сделала отдельное короткое видео, просто рассказывая, как я это сделала и как оно у меня выглядит. Я думаю, у меня на это уйдёт пару часов, потом я начну редактировать, мне надо закончить предыдущий влог. Так что сегодня у меня такой домашний креативный день. Сейчас только 10.30 утра, поэтому у меня весь день впереди. Я думаю, да, я начну выписывать сейчас свои планы, я включу приятную музыку, настрою себе атмосферу. И потом, как сделаю перерыв, чтобы от этого отвлечься, поредактирую, потом вернусь к этому всему. Я нашла одну статью, ну как статью, типа такой PDF, где просто рассказывается, что такое вот эти жизненные ценности и как их выписать и так далее. Я сейчас это всё прочитаю для того, чтобы просто инспирироваться. А то я, помню, в прошлом году села это делать и такая любовь, дружба, знаете, такое, что просто в голову приходит. Потому что я просто не понимала, что такое жизненные ценности и до сих пор как-то не очень понимаю. Я понимаю, что это лист каких-то вещей, который важен. Но мне надо вот именно какой-то гайд такой прочитать, для того, чтобы этот концепт для меня был более понятный. Да, всё-всё, начинаю. Я решила использовать эту книжку, так как мой журнал ежедневный, который я веду, в нём уже практически не осталось страниц. Я его скоро закончу. Я решила свои такие именно ежегодные, ежемесячные цели и обзор моего месяца записывать отдельно. И этот ежедневник у меня ещё с карьеры коучинга остался. Мы когда начали, я тут про работу своей мечты писала и вообще стратегию к поискам работы, что говорить на интервью и так далее. Тут всего три странички списано. Поэтому я подумала и сделаю тогда это своим журналом, которым именно я буду подводить такие итоги. И работает вообще одна из моих главных целей на следующий год. Поэтому одно другому не мешает. Это надо отдельно вести, потому что в моём ежедневнике я всегда пишу так, знаете. У меня там нету никакой структуры, а я бы хотела, знаете, это как-то стратегически сделать, чтобы у меня этот процесс уже шёл и я знала. Единственное, эта книга, она такая... Не, она нормально вернётся. Итак, ещё мотивационно тут написано start somewhere. Типа начни где-нибудь. Начни somewhere. Где-нибудь, да. У меня сейчас такое состояние, как будто я, не знаю, какой-то экзамен сажусь писать. У меня очень странное чувство. Может, не помедитировать? Я ещё включу вот такой плейлист рождественских мелодий без лирик. И вот этот гид, который я сейчас начну потихоньку читать и делать свои записи. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Я просто монстр. Сколько я видео вообще за этот месяц отредактировала. Это просто этот Warner Brothers, Masha Production. Я очень собой горжусь на самом деле. Так, пойду в другую комнату хотя бы для смены обстановки. Я с утра не вставала со стола. С утра до дня делала свои цели. Я прошлась по этой инструкции, всё выписала. У меня очень неплохо получается. На самом деле, если задуматься и ответить на те вопросы, что там поставлены, этот процесс довольно-таки весёлый, а не сложный, как я думала, будет. И мне осталось сделать свой mood board. И сейчас у меня что-то так лень. Не, я всё-таки сделаю. Я поняла. Я включу себе кардашьянов, потому что это такой процесс, где я могу что-то смотреть, пока я ищу подходящие фотографии. Сегодня будет моя задача хотя бы их просто распечатать, а завтра-послезавтра уже я их тогда развешу по своей этой доске. Может, какие-то записи дополнительные сделаю с мотивационными словами и фразами. Даже если мне не лень, хотя бы этот первый шаг я могу сегодня сделать. Это не так сложно. Тем более, видео уже заливается. И сейчас только 4 дня. Так что не то, чтобы у меня нет времени на это. Я пыталась найти какой-то рождественский фильм. Моя проблема с рождественскими фильмами, особенно которые выходят последние пару лет, они очень какие-то переигранные, такие сопливые, немножко слишком для меня американские, и с таким вот юмором, немножко, как сказать, глубиненьким. Поэтому я даже не знаю, что смотреть. Я хотела пересмотреть «Один дома», но за него надо на Амазоне платить, поэтому я такая «Нет». Поэтому я думаю, я продолжу смотреть своих кардашьянов. Там такое происходит. Такое происходит. Это просто взрыв мозга. На обед я заказала пиццу с салатом. Салат я съела, был вкусный. А пицца... Она не итальянская, она в таком тонком тесте. Она больше на таком более, как американский... Чего мне все американское сегодня? На толстом тесте и маленького размера. Ну, как бы можно есть, но... Я два кусочка съела, и мне пока достаточно. Пойдемте помыло с вами откроем. Надеюсь, в этот раз меня не разочарует. Вкусные, кстати, чипсы. Я их еще немножко кушала, но мы вам, парни, абсолютно не понравились. Так, сегодня предпоследний день. Всегда, когда я ищу номер, я как будто слепая. Очень... А, вот. Очень сложно его найти сразу. У-у-у, ботончик. Выглядит неплохо. Мне кажется, одержки у меня. Я такой ботончик уже три раза выпадал. Он липнет к зумам очень сильно. Если прокладаюсь, тогда, может, его поем. Но, если честно, очень монотонная коробка. Я уже сказала всю свою критику, просто без комментариев. Может, мне 24-й просто сейчас открыть? Да ладно? Хотя бы в 24-м, я, надеюсь, я какой-нибудь супер-сюрприз подготовила. Так же быть. Вау, какой супер-сюрприз. Крутяк. Я завтра на завтрак. У нас как раз четыре йогурта. Осталось нам до Москвы. Надо истребить все запасы. А-а-а, я не верю. Я так же жду поездку в Москву. Я никогда этому так не была рада. Но, знаете, в этот раз я со своим парнем. В этот раз мы будем в стране, где я понимаю язык, а он нет. Не то, чтобы я немецкий не понимаю, но, знаете, есть там что-то спросить или сказать. Я иногда Юханца прошу, а сейчас он меня может просить. Всегда я такое приятное чувство, когда вы единственный, кто может что-то перевести. Вы такая, ты зависишь от меня в этой поездке. Вообще, мне надо сходить в супермаркет. На улице так холодно. Нам нужна туалетная бумага. Не знаю, тут есть этот сервис, где можно заказать еду. В течение 10 минут принесут, ну, или любую вещь из супермаркета, как вот Яндекс.Лавка. Я себя такой виноватой чувствую, когда это заказываю, как будто я какая-то ленивая, которая не хочет идти в магазин и заказывать на дом. Но, с другой стороны, я сегодня уже была на улице, когда с утра за визой ходила. С другой стороны... Блин, у нас у них еще просто все так дорого в этом приложении. Там, если хотите, какие-то ягодки, фрукты, овощи, вообще молчу, там цены, космос. За сельдерей одну такую штуку, которую я покупаю за 99 центов в супермаркете, там стоит 3.50. И там приносят какой-то мини-сельдерей, у которых много вот этих лепестков, которые я все равно срезаю. Прежде чем сок выжимать, в общем, мне таких два надо. Это значит на один сок 6 евро практически. Мы вообще-то сеем. А я покупаю тут в лавке за 99 центов. Есть разница? Есть. Завтра еще 24-е, это такое прям Рождество. Все, мне кажется, работает только до часу. И я представляю, какие очереди будут в супермаркетах, если я завтра туда пойду. That would be like crazy. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Сегодня день Рождества тут в Германии. Поэтому с Рождеством вас. Мне как раз пришла посылочка с утра, которую я заказывала с подарками для моих друзей. И сегодня я хотела отвезти один цветок, который у меня умирает. Вот этот вот в углу. Моя подруга, когда я его увидела, сказала, вау, какой цветок. Я ей сказала, хочешь, забирай. Я говорю, он со мной умрет. Потому что я не умею следить за цветами, и это вообще не мое все. И она сказала, что она его с радостью заберет. Я сейчас смотрю, он, если мы уедем в Москву, точно умрет. Поэтому я его ей завезу и как раз подарю Петру подарочек. Я, правда, никакие шоколадки пока не заказала. Но ароматы очень приятные. Все ароматы вот этой вот фирмы, они прям такие, знаете, как дорого пахнут. Я не знаю, как это объяснить, но у меня сразу такое, как будто я зашла в какой-то, не знаю, дорогой ресторан или спа или салон. Я заказала половину одинаковых и половину разных. Я оставлю себе где-то два аромата или один. Если что, я могу еще просто раз заказать. Ой, это, кстати, будет неплохо в Москву чашки завернуть. Зал, вот этот и вот этот, они одинаковые. Я думала, это, ну, как себе оставить. А это друзья. Мне кажется, это очень крутой подарок. Тем более, когда я чем-то в свою квартиру пшикаю, и все, когда приходят, всегда замечают, что у меня очень вкусно в квартире пахнет. И также я заказала два парфюма, и я думала, что это Abercrombie & Fitch, но мужской. Мне очень нравится мужской их аромат. И я не посмотрела. Это, оказывается, Woman Parfum был. А я уже две штуки заказала, и один сразу открыла. Пробую его, и такая, что это? Причем, если честно, не самый приятный аромат. Я уже один открыла. В общем, да, это тоже такой будет один из подарков. Так, осталось только шоколадки докупить. И вот эту вот бумагу, что я говорила. Но я думаю, своей подруге, которой я сегодня еду, я просто вот так вот один подарю. Может, его красиво запакую. И, ну да, без всяких шоколадок и так далее. Я, конечно, могу ей от Помелы один батончик дать. Или кокоцкой стружки. Ну, или ту пачку сахара. Я ее еще не открывала. Мы сегодня еще в четыре едем к родителям моего парня. Поэтому мне надо четырех доделать свое мудпорт. Я вчера полтора часа сделала, это все вырезала. Этот процесс оказался таким успокаивающим. Не знаю, я так на этом концентрировалась. В какой-то момент я вообще как профессионал все резала. Я так собой горжусь, что я это все закончила. У меня уже это все готово лежит. Мне осталось только развесить это все. И до десяти вечера я вчера читала книгу. У меня еще чуть-чуть осталось. И я уже могу начать новую. Сейчас я пойду загружу видео, чтобы отредактировать. И начну уже готовить завтрак. Я старалась, как могла, завернуть этот подарок. Но у меня так получилось. После обеда мы поехали к моей подруге. Завезли ей цветок. И отправились к родителям моего парня отмечать вместе Рождество.